всем привет друзья наконец-то пришла весна это значит что скоро придет пора расчехлять металлоискатели и идти на коп решил я значит подготовиться в плане питания ух ты ручка порвалась собрал себе и рп в коробке в подобные потому что заводские очень дорогие недавно распаковывал заводской и рп за 700 рублей и в общем половина там был какой-то шлаг который вообще не нужен сейчас я вам покажу как я представляю идеальный сухой паек для рыбалки поиска с металлоискателю для походов сейчас установлю камеру на штатив и приступим к разбору так приступим в общем собрал самое все необходимое это салфетки две банки гречневой каши с говядиной по 30 рублей покупал так майонез достался бесплатно в подарок гречневой кашей так сказать затем каша гречневой со вкусом говядины по 25 рублей банка мясо цыпленка две банки по 50 рублей вот уже сколько всего так хлеб ржаной вафельный такая вот альтернатива галетам не помню за сколько покупал что-то там рублей 15 или 20 салфетки влажные дезинфицирующие которые успешно стащил из киевси ложка пластиковая черная нож чтобы открывать консервы баллон для вот этой портативной горелки и вот сколько у нас всего получилось за такую скромную сумму думаю хватит где-то на два дня если есть по три банки в день допустим сегодня рацион мясо цыпленка в собственном соку потом гречневая с говядиной и и и и и и вот каша гречневая со вкусом говядины вот рацион на сегодня думаю здесь вполне достаточно и вот тоже самое осталось рацион на завтра ну плюс от галетики кстати легкие почему-то такие в оригинальных сухпайках мне почему-то больше нравится я все искал крекеры тук но у нас магазине их не было вот не знаю сколько там у меня это все обошлось но вообще копейки просто копейки по сравнению заводскими и рп которые суточный рацион могу съесть за один раз там всего-то вот половина по калориям от того что вот здесь есть так сейчас приступим к испытания скажу что да как на вкус вот в общем выбрал на сейчас покушать кашу гречневую с говядиной и мясо цыпленка в собственном соку вот достал две банки из этой коробки и все теперь в коробке выглядит вообще прям так красиво очень эстетично прям так все красивенько аппетитненько сейчас будем их разогревать достаем горелку вот так закрываем теперь это у нас будет как столик так устанавливаем горелку подсоединяем баллон есть открываем ее ножки фу газом чуть-чуть воняет горелочка так начнем каши гречневой открываем главное вот эту банку ножом не открыть ножи маны меня конечно не поймут все нож должен работать они в коллекции пахнет вкусно ну говядины я пока не вижу хотя в составе она есть так зажигаем горелочку на горелочка кстати недолго прослужила нужно ремонтировать вот вот такая с ней беда случилось нужно разбирать и там что-то затянуть от винта и как всегда с первого раза так огонь ставим поменьше кстати чуть не забыл очень важно проколоть ее вот так попрокалывать и хорошенько потому что нас банки вылезет у меня уже такое было пару раз не додумался что нужно проколоть ее чтобы воздух снизу выходил точнее пар так ух ты е-мое баночки не рассчитаны под мою горелочку ну ничего сейчас делаем вот так так но более-менее стоит правда неправильно чуть открою ничего стоит разогревается На улице сильный ветер Так что извиняюсь Если будет задувать В микрофон Вот наконец-то вышло солнышко На улице мороз И очень сильный гололед Сегодня магазин Чуть ли не на четвереньках полз Так, акашка наша разогревается Так, акашка у нас разогрелась Ох, снимаем Вот немного увеличилась В объеме Да, ну Еще нужно купить Наверное пластиковые тарелки Потому что с банки есть не особо удобно Так, теперь можно Открыть Подставочки Да, на улице, кстати, очень сильный ветер Все говорят, что эту горелку задувает на ветру Но нифига ее не задувает Она, кстати, стоит выше кузова Но ее не задувает А если в кузове поставить Вообще, тем более, задувать не будет Ох, мясо цыпленка Посмотрим, что у нас здесь В нем Нифига тут мясо Правда и кости есть Но мясо здесь, конечно Мясо здесь есть И много мяса За 50 рублей вообще Класс Сейчас поставим разогреваться Вот эта банка здесь Блин, какие-то банки делают неправильные Ну, в принципе, стоит Нормально Ничего разогреется Как говорится И так сойдет Итак Цыпленок наш разогрелся Каша остыла Выключаем газ Коробочку я убрал Чтоб ее не испачкать Потому что еще буду ее использовать Буду на опте покупать Подобную фигню О, горячая И буду делать себе такие ERP И потом буду Использовать на копе В походах На рыбалке Вообще Просто в поездках Купил себе технику Думаю, буду немного путешествовать Так Сейчас посмотрим Точнее попробуем Кашу особую Гречневую за говядиной Пока разогревал Уже замерз немного На улице очень сильный ветер Так Сейчас попробую Каша, конечно, так себе В котелке у меня получается лучше Но кто смотрел предыдущее видео Кто-то поймет Там я В котелке готовлю Там с колбаской Там, конечно Гречка огонь получается Говядины я не наблюдаю Вообще никакого мяса И даже вкуса мяса нет Ну В принципе я сейчас голодный Мне Так более-менее вкусно Ну за такие-то деньги Может мясо там будет внутри Как сюрприз А вот наш цыпленок Сейчас будем пробовать Цыпленка Крылышко Сейчас крылышко Затесим Блин, горячее Слезы потекли Очень сильно горячее Костей много Думал будет одно мясо Ну что я хотел за 50 рублей Но Вкусно Цыпленок Конечно это вкусно И причем действительно Настоящий цыпленок Видно, что косточки Очень мелкие Класс Еще на природе Вообще нормально Кстати кости Такие мягкие Что их можно не выплевывать Еще лишний кальций Не помешает Да Можно с костями есть Вполне можно Каша еще На дне Немного пригорела И получилось Немного с дымком Но мясо в каше Не вижу Я уже кстати Почти наелся А еще Галеты Не попробую Вот такие вот Галеты Вообще вкусные Галеты Вообще Прям класс О Вкус такой Особенный Очень вкусный Так Ну в общем Выводы Дешево И сердито И очень сытно Пусть и не очень вкусно Ну каша только невкусная Но я еще другую не пробовал Это я вот так Потом Выберу Какая каша вкусная Какая невкусная Вот так вот Первый раз попробовал Ирп собрать Ну Ничего Когда Когда Где нибудь В походе Или на копе Проголодаешься Съешь и Ремень кожаный Как говорится Так Всем спасибо За просмотр Подписывайтесь На канал Ставьте лайки С вами был Валентин Царский И всем пока Не короче Я ошибся Каша вкусная Мне просто жира не хватало Я взял короче С этого цыпленка Вот кстати Что там осталось Вылил оттуда Жир В кашу И получилось Очень вкусно Так что каша Все таки вкусная Сейчас ее Если жирком Еще раз подогреть Вообще Нормально будет Просто Производитель Пожалел Жира Вот какая Вкуснятина Получилась Так что Все нормально А то я переживал В общем Друзья От этих Двух банок Очень сильно Наелся Ты так наелся Что если ты сейчас Был на копе Я прилег бы поспать И нифига Короче Ничего не делал Короче Все было Очень вкусно Просто Сразу не понял Что с чем Смешивать Ну блин Наелся так Что Просто сейчас Хочется прилечь И поспать Немного Так что Все было Вообще Четко